Пушкин 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 замысла, а не средства. Ваше Величество умеет проникать в души. Соблаговолите проникнуть и в мою, и вы убедитесь, что в ней все чисто и ясно. Хочу верить, что это так, и верю. В тебе нет недостатка ни в благородстве, ни в чувствах, но тебе недостает рассудительности, опытности. Знай, что критика легка, что искусство трудно. Для глубокой реформы, которую Россия требует, мало одной воли монарха. Ему нужно содействие людей и времени. Что до тебя, Пушкин, ты свободен. Я забываю прошлое. Теперь можешь идти. Пиши для современников и для потомства, ибо цензором твоим буду я. Пятого марта 1837 года в парижской газете «Темп» была опубликована статья, посвященная жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина в период его пребывания в Кишиневе. Автор статьи свидетельствует, несколько французов, находившихся тогда в Кишиневе, основали там масонскую ложу о виде. Пушкин вступил в нее 4 мая 1821 года. Один из ее основателей – военный начальник края генерал Инзов. Он приветствовал посвящение в масоны-поэта и совместно с другими братьями, в том числе и иностранного происхождения, внимательно следил за тем, сколь ревностно Пушкин служит обществу вольных каменщиков. Самый главный вопрос о той роли, которую сыграло в жизни и смерти поэта масонства, никогда не был поставлен. Хотя с самого раннего возраста и до смерти Пушкин все время сталкивался с масонами и их идеями. Отец поэта Сергей Львович был членом ложи Северного щита, ложи Александра, Сфинкса, далее вторым стюартом ложи Северных друзей. Не менее деятельным масоном был и дядя Василий Львович, который состоял секретарем и первым стюартом в ложе Ищущих Манны. Нам известно, что это он привез племянника учиться в Царско-сельский лицей, который так же, как и Московский университет, был центром распространения масонских идей. Принадлежащая лицею библиотека была приобретена Екатериной Второй у самого Вольтера. Здесь готовили лицеистов не столько к государственной службе, сколько к вступлению в тайные противоправительственные организации. Высланный в Бессарабию, Пушкин попадает в чисто масонскую среду. Инзов и другие кишиневские масоны усиленно просвещают Пушкина в масонском духе. Пушкин, пишет Тырковый Ильямс, пережил в Кишиневе своего рода падение. Прошел через темные ущелья, где недобрые силы кружились, нападали, одолевали. Направленный на юг, исправляться от привитого ему в лице и вольнодумства, Пушкин наоборот, благодаря стараниям масонов и декабристов, оказывается захваченным политическим и религиозным вольнодумством даже больше, чем в Петербурге. Только в эту короткую пору его жизни мировоззрение Пушкина и носит черты политического радикализма. Но эта пора продолжалась недолго. Скоро он разочаровывается в радикальных политических идеях. Встретившись с одним из руководителей Союза благоденствия, иллюминатом Пестелем, он увидел в нем жесткого и слепого фанатика. Не сошелся Пушкин и сведнейшим деятелем масонского заговора на севере, поэтом Рылеевым. Александр Сергеевич складом характера, образом мыслей, творчеством, не соответствовал жестким критериям масонства. Для братьев стало ясно, что поэт выходит из-под контроля, перестает почитать орденские интересы и ритуалы, которые все более кажутся ему нелепыми. Да уж больно не по-русски. Пушкин теряет первоначальную тягу к масонству, продиктованную ранее любопытством и кишиневской шкукой. Все это не осталось незамеченным, ибо среди друзей и врагов Пушкина было немало масонов. В январе 1825 года в Михайловское приезжает самый близкий друг поэта, декабрист Пущин, который старается окончательно выяснить, могут ли заговорщики рассчитывать на участие Пушкина в заговоре. После долгих споров Пущину становится ясно, что поэт враждебен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выдумывать и расследовать несуществующие преступления и именем государя осыпать выговорами и обидными замечаниями. По просьбе государя Пушкин составляет записку о народном образовании, весьма консервативную по своему характеру. Он считает во что бы то ни стало подавить воспитание частное и увлечь все юношество в учебные заведения, подчиненные надзору правительства. Эти реформы направлены против масонства. Он имел ясное представление, как коверкают души русских подростков в частных учебных заведениях, содержимых иностранными проходимцами. Он против порядков, которые существовали в Царско-сельском лицее. И вот подобная записка кем-то из высокопоставленных лиц была истолкована, как увлечение Пушкина безнравственным и беспокойным просветителем. Кендорфа следующий. Если тебя простил царь, если он назвал тебя умнейшим человеком России, не надейся, что тебя простят другие, которым ты бросил вызов. «Царь простил тебя, но другие не простят измены. Ты забыл, что народная мудрость гласит, жалует царь, да не жалует псарь». Унизительная и придирчивая враждебная опека Бенкендорфа, когда не только литературная, но и личная жизнь поэта оставалась под надзором, с каждым годом усиливалась. Шеф жандармов принимает на себя роль гувернера 30-летнего Пушкина и поучает его, как ему жить и какое держаться в дальнейшем линии поведения. Он стал стеной между поэтом и государем. Все делалось от имени и именем государя, который не знал, что Бенкендорф искажает его волю и принимает в отношении поэта меры, которые царь-рыцарь по благородству... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В 1826 году император Николай I вновь запрещает масонские ложи. После чего масонство уходит в подполье и создает прочную организацию, что доказывается постановлением Великой провинциальной ложи от 10 сентября 1827 года. Русское масонство ставило своей задачей «Коренное преобразование России». Оно играло подчиненную роль. Русские вольные каменщики беспрекословно выполняли все то, что им диктовалось из-за границы. Перестав быть масонами формально, одни долго, а другие навсегда оставались приверженцами идей, пущенных в обращение масонству. Дать подписку о выходе из масонской ложи – это одно, а перестать так мыслить, как привык мыслить долгие годы – это другое. Вспомним исторический роман писемского «Масоны», где изображена их подпольная деятельность в 1835-1836 годах. Эта книга – плод серьезного изучения автором тайной деятельности масонства через 10 лет после запрещения. Дом гроссмейстера «Тайные ложи» Голицына Главный герой романа Марфин находится в активных сношениях с масоном Спиранским и князем Голицыным. Видные государственные чиновники внимательно выслушивают Марфина и исполняют его указания. Все рекомендуемые Марфином лица немедленно получают службу. Губернский предводитель дворянства Крабчик тоже масон. Крабчик уводит Марфина во время бала в спальню, увешанную масонскими знаками. В этом масонском капище между ними происходит следующий разговор. «Значит, нет никакой надежды на наше возрождение?» «Никакой, ни малейшей», – отвечает Марфин. «Я говорю это утвердительно, потому что по сему поводу мне были переданы слова самого государя». «Государя?» – переспросил предводитель с удивлением и недоверием. Марфин в ответ утвердительно кивнул головой. «Мне повелено объяснить, кто я, какой принадлежу ложе, какую занимаюсь степень и должность в ней». Предводитель был озадачен. «Но, почтенный брат, не нарушили ли вы тем наш обет молчания?» Марфин на это ответил, что он написал, «Я, христианин и масон, принадлежу к такой-то ложе. Более 20 лет исполняю обязанности грассмейстера. Мне было передано пожелание Николая Первого, чтоб в России не было ни масонов, ни вольтерианцев, а были бы только истинно русские люди, истинно православные, любили бы свое отечество и оставались бы верноподданными. Мы и православные, и верноподданные, подхватывает губернский предводитель. Нет, это еще не все. Мы еще и другое. Мы люди, для которых спасение души, дороже всего в мире. И для нас не суть важны ни правительство, ни границы стран, ни даже религия. А с вас, скажите, взята подписка о непринадлежности к масонству? Спрашивает крабчик Марфина. Никакой. Да я бы и не дал ее. Я как был, есть, и останусь масоном, отвечает Марфин. Высшие слои общества оказывали большое влияние на политическое положение России. Политические салоны графов Несцельрода, Кочубея, Хитровов и Кельмон были ареной масонских интриг. По свидетельству Фикельмон, члены этих салонов плясали мазурку на все революционные арии последнего времени. Вдохновителями гнусной кампании против Пушкина были граф и графиня Несцельрода, которые были связаны с главным палачом поэта Бенкендорфом. Граф Несцельрода, министр иностранных дел, ближайший и интимнейший друг Геккерна был немцем. Графиня же играла виднейшую роль в свете и при дворе. Она ненавидела Пушкина. Он платил ей тем же. Он не пропускал случая клеймить эпиграммами и анекдотами свою антагонистку, едва умеющую говорить по-русски. Графиня подталкивала Геккерна, злобно шипела, сплетничала и подогревала скандал. Эта же масонская мафия доносила государю о политической неблагонадежности Пушкина. Гонителем и убийцей поэта был целый преступный коллектив. Исполнители примыкали к патологическому кружку, что был вокруг Геккерна. Дантес, князья Долгорукова, Куваров, связанные общими вкусами, общими эротическими забавами, нежными узами взаимной мужской влюбленности, молодые люди все высокой аристократической марки под руководством старого развратного Геккерна легко и беспечно составили злобный умысел на честь и жизнь Пушкина. Выше этого кружка астов находились подстрекатели, интеллектуальные убийцы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов вроде Ниссельроды, Строгановых, Белосельских, Белозерских. Между высшим светом, который поэт называл притоном мелких интриганов, завистников, негодяев, и Пушкиным шла постоянная, ожесточенная борьба. Но борьба неравная. Пушкин боролся в одиночку, против поэта, масонская мафия, которая имела власть и влияние, которая плотной стеной окружала самодержца. Поэт решился нарушить слово данное царю и вызвал подлеца на дуэль после того, как увидел в этом последний и единственный выход. На поединок с Дантесом он выходил и за честь России, как ее главный представитель. Не послать вызов значило зачеркнуть в глазах его современников то доброе и духовное, что было сказано и написано им. Он дрался не только за свою честь и честь жены, он дрался за ту святую Русь, которую хотели растоптать жалкие иностранцы, переделав русских людей по масонскому образцу. Господь не попустил великому поэту стать убийцей. Но дал ему смертельно раненому еще 45 часов жизни. За это время Пушкин вырос духовно. Многое передумал, многое осознал и даже сумел простить своего убийцу, исполнив заповедь Господню о любви к врагам. Поэт ушел из жизни тихо и светло. Отец Кенцарин, а давно здесь монастырь в Святых Горах? Монастырь здесь восстановлен с 1992 года. Я уже здесь вторым наместником. Одну женщине приснился Александр Сергеевич, который ей сказал так, что что вы меня там все восхваляете, вы так много во мне говорите, а мне это не надо. Мне надо, чтобы вы на меня молились. Вот как ваше мнение на этом Динаиславе? Я тоже такого мнения. Конечно, когда прославляют человека, это Богу не угодно. И какому-то старцу, я не помню, приснился Александр Сергеевич Пушкин, то же самое, что вот прославляют, и как бы он скорбит об этом, что люди о нем относятся как бы хорошо, а ведь наше, главное, перед Богом, как человек оправдался. И поэтому самое главное это молитва. Конечно, наш монастырь особенно может молиться о покоении Александра Сергеевича Пушкина. певицу, 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 за победу, я подбеку, я и в паче всех учащих на разуме, я подсветение Твоя, поучение Мои есть, паче старе от родственян Мои, для акции поставят сохраните судьбы, в правде Твоей я смириться в дела, Господи, живи меня, послуги Си Твоему, угодная уст Моих блажевали и век за раздаянием, законопреступный обозненавидит, закон же Твоего зубит, помощник Мой, заступник Мои ситы, наслабиться Твоего Пова, уклонитесь от Меня, поклоняющие, и испытая заповеди Бога Моего, выступи меня, послуги Си Твоему, и жив буду, и непохрани меня, оттяния Моего. И вопрос о неправославном надгробии Александра Сергеевича Пушкина. Да, конечно, на это обращают сейчас экскурсии, что крест, неправославный памятник, а самое для нас главное, для монастыря и для нашей русской православной церкви, что он христианином скончался, принес покаяние в своих погрешностях, и здесь именно похоронен в нашем святом Святоуспенском монастыре. Хорошо бы крест добавить к этому памятнику, что как бы это символ был православного надгробия. Святоуспенском монастыре. К моменту вступления на престол Николая Первого от политических принципов самодержавия оставалось одно название. Государственные реформы, проведенные в царствовании Александра Первого масоном Спиранским, отрицательно сказались на дальнейшем развитии русского государства. Расцветал бюрократизм, создававший стену между царской властью и народом. В чем причина столь неукротимой ненависти и яростной клеветы против Николая Первого истихающего до нашего времени? С начала царствования Николай Первый возглавил Священный Союз для политической борьбы с врагами христианства и монархии. Одно это делало Николая Первого врагом масонства номер один. Масоны никогда не простят ему подавление заговора декабристов, входившего в систему мирового заговора против христианских монархий Европы, как не простят и запрещение масонства в России, прекращение европеизации России, возвращение к политическим и социальным заветам Московской Руси. Мифы о необычайном деспотизме и жестокости Николая Первого появились потому, что он мешал русским и иностранным масонам захватить власть в России и Европе. Ненависть к императору входила в число обязательных чувств, которые должен иметь каждый член ордена. В учебнике девятого класса истории СССР, изданном в 1947 году, находим следующий перл. Рылеев повешен Николай, Пушкин убит на дуэли, Грибоедов зарезан в Тегеране, Лермонтов убит на дуэли на Кавказе и так далее. Приведенные примеры принадлежат основоположнику ордена Герцену. Не правда ли, какой яркий пример большевистской пропаганды? Нет, извините, большевистская пропаганда приводит только песчинки из оставленного ей орденом русской интеллигенции богатейшего наследия в области политической клеветы. Разберем обвинения Герцена. Грибоедов русский посланник в Персии был убит фанатиками персами враждебно настроенными к России. Он погиб на служебном посту. Лермонтов обладавший очень неровным характером погиб на дуэли. Он вопреки существующему запрещению дрался на дуэли с сыном французского посла Баранка. Узнав о смерти Лермонтова Николай Первый сказал не собаке собачья смерть, а как свидетельствует Вильяминов жаль, что тот, который мог заменить нам Пушкина убит. Поэт Рылеев повешен не потому, что этого захотел Николай Первый, а за участие в вооруженном восстании. За такое преступление всегда казни во всех стран и превращать участника вооруженного восстания в акт личной расправы императора просто нечестно. К всему добавим, что в планах Кондратия Рылеева было предусмотрено при условии победы заговорщиков уничтожение всей августейшей семьи. А как бы вы думали, выглядела эта казнь? Очень высокая виселица и каждый из повешенных выстраивался в цепь, голова к ногам висящего выше. Младшей, великой княгине Александре не было и года. Государь же проявил милость в отношении этого преступника. Он послал три тысячи рублей его семейству, находившемуся в крайней нужде, и взял на себя попечение больной дочери того, который поклялся лишить царя и его семью жизни и не спровергнуть престол. Когда во время декабрьского мятежа встал вопрос о необходимости открыть огонь по восставшим, император никак не мог решиться отдать приказа стрелять. Генерал-адъютант Васильчиков сказал ему, нельзя тратить ни минуты, теперь ничего нельзя сделать, необходимо стрелять картечью. Я предчувствовал эту необходимость, пишет император в воспоминаниях, но признаюсь, когда настало время, не мог решиться на подобную меру. Ужас объял меня. Вы хотите, чтобы я в первый день моего царствования проливал кровь моих подданных для спасения вашей империи. И молодой император решил пожертвовать своим душевным спокойствием, но спасти Россию от ужасов революционного безумия. Раздался первый залп картечи. Какие же цели преследовали заговорщики император Николай I цесаревич Константину в Варшаву? Показания Рылеева, здешнего писателя, и Трубецкого раскрывают все их планы. Всего любопытнее то, что перемена государя послужила лишь предлогом для этого взрыва, подготовленного с давних пор с целью умертвить нас всех, чтобы установить республиканское конституционное правление. У меня есть даже черновой набросок Конституции, сделанной Трубецким, предъявление которого его ошеломило и побудило признаться во всем. Цесаревич Константин императору Николаю, я с живейшим интересом и серьезнейшим вниманием прочел сообщение о петербургских событиях, которое вам угодно было прислать мне. После того, как я трижды прочел его, мое внимание сосредоточилось на одном замечательном обстоятельстве, поразившем мой ум, а именно на том, что список арестованных заключают в себе лишь фамилии и лиц до того неизвестных, до того незначительных самих по себе и тому влиянию, которое они могли оказывать, что я смотрю на них только как на передовых охотников, а заказчики остались скрытыми на время, чтобы по этому событию судить о своей силе и о том, на что они могут рассчитывать. Душой заговора и восстания декабристов были старые опытные масоны. Некоторые подсудимые показывали, что надежды своей на успех основывали они на содействии членов Государственного Совета адмирала Мордвинова и Спиранского, генерала-адъютанта Киселева, сенатора Муравьева-Апостола и других вельмож. Конечно, истинную роль главных преступников тогда установить было невозможно. Комитет по расследованию событий под предводительством генерала от инфантерии Татищева ничего открыть не мог. В него вошли масоны Голицын, Голинищев-Кутузов, Бенкендорф. В состав Верховного уголовного суда попали масоны и сам Спиранский, чтобы наказать тех масонов, которые приняли на себя главную роль и не выполнили обязательств перед орденом и спасти от жестокого наказания остальных братьев. Николай Первый был верным сыном православной церкви. Пушкин говорил Смирновой, я много раз наблюдал за царской семьей, присутствуя на службах в дворцовой церкви. Мне казалось, что только они и молятся. Князь Львов в своих мемуарах вспоминает, государь говаривал, что когда он у обедни, то решительно стоит перед Богом и ни о чем земном не думает. Надо было видеть, какое почтение он имел к святыне, как требовал, чтобы дети и внуки без всякого развлечения слушали обедни. Император Николай всю жизнь глубоко верил, что все, что случается с человеком, целиком зависит от воли Бога. О том, что заговор декабристов будет, Николай Первый знал еще 12 декабря. В ночь накануне восстания вспоминает императрица Александра Федоровна, я была одна в моем маленьком кабинете и плакала, когда увидела вошедшего мужа. Он встал на колени и долго молился. Мы не знаем, что нас ждет, сказал он мне потом. Обещай быть мужественной и умереть с честью, если придется умирать. В день, когда исполнилось 25 лет его царствования, министрами были поднесены ему отчеты, в которых были подвинены итоги деятельности отдельных министерств. Император был растроган этим знаком внимания. Из воспоминаний графини Блудовой дочь его тихонько подошла к нему из-за спины обняла его шею руками. Ты счастлив теперь? Ты доволен собою? Собою? ответил он и показывая рукою на небо прибавил я былинка. Что бы ни писали, что бы ни говорили про Николая Первого и его враги, никто не может зачеркнуть того, что его царствование было золотым веком русской литературы и русского искусства. В Николаевскую эпоху жили и творили или духовно сформировались такие выдающиеся представители русской культуры как Пушкин, Жуковский, Тютчев, Достоевский, Алексей Константинович Толстой, Гоголь, Грибоедов, Крылов, Языков, Загозкин, Лермонтов, Киреевский, Аксаковы, Хомяков, Самарин, Кончаров, Тургейников, Писемский, Фетт, Григорьев, Мельников, Печерский, Григорович, Лесков, Островский, Менделеев, художники Иванов, Брюллов, Федотов, Бруни, скульптор Клод, композиторы Глинка, Турченинов, Львов, Доргомышский, историки Соловьев, Кавелин, биолог Берр, химик Зинин, математик Лобачевский, замечательные мыслители Данилевский, Леонтьев. Никогда в одно время не жило такого большого количества выдающихся деятелей русской культуры ни до Николая Первого, ни после него. И это была оболганная Николаевская эпоха. Действительно, в эту эпоху было много темных и отрицательных сторон, но эти темные стороны унаследованы Николаем Первым и именно с ними то он и вел борьбу в продолжении своего царствования. Это эпоха борьбы Николая Первого с масонами и их духовными отпрысками. Это эпоха третьего и окончательного раскола русского общества. «За горем 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 выше меры скор о смерть моя им положи конец». Фрейлина Тютчева в мемуарах при дворе двух императоров пишет, что несмотря на упреки, которые делали противники Николая Первого, нельзя отказать этому человеку в истинном величии души. Восстание 14 декабря 10 февраля 1855 года, будучи уже сильно простуженным, он решил пойти проститься с уходившими на Крымскую войну батальонами Семеновского и Преображенского полков и простудился еще разумительно, приобщился святых тайн, простился со всеми, для каждого нашел слово утешения, у всех попросил прощения, все это сделал просто, неторопливо, проникновенно, членом своей семьи сказал, прощайте, мои дорогие, благодарю вас за все радости, за все счастье, вами мне доставленное, помните, что я вас очень любил, попросил наследника, неторопливо, т доставьте нас домой, верну, поясн definitions, Продолжение следует... Он попросил всех выйти из комнаты, сказав «Мне надо остаться одному, чтобы приготовиться к последней минуте». Продолжение следует... Сударь лежал поперёк комнаты на очень простой железной кровати, пишет Пютчев. Продолжение следует... Французский журналист Готье, побывавший в Москве, написал Фигаро очерк, что во время оперы «Декабристы», когда на сцену вышел артист, загримированный императором Николаем I, зал разразился бурными аплодисментами. Готье спросил, неужели советские люди каждый вечер так бурно приветствуют появление царя, когда переводчица объяснила, что публика аплодирует не царю, а народному артисту, играющему его роль? Французы успокоились. Надо думать, что французы успокоились напрасно. Кто-то аплодировал актёру, но многие, наверное, аплодировали изображённому артистам, императору Николаю I, на сто лет задержавшему появление большевизма в России. КОНЕЦ